Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с творчеством, художников, культеров, их работами и немного биографии. Пьер Миньяр. В историографии также Миньяр Римский. Французский живописец акеремического направления времен правления короля солнца Людовика XIV. Младший брат Николя Миньяра имел прозвище Римский, чтобы как-то отличаться от брата. Я цитирую эти пепельки. С 1624 года Пьер учился в ателье Жана Буше в Бурже. Работал у скульптора Франсуа Жан-Ти. Вскоре уехал в Фонтебло город художников и столицу искусств того времени. И изучал творчество Приматиччо, Россо и Мартена Фремене. Под покровительством маршала Витри Пьер Миньяр стал учеником Симона Вуэя, в ателье которого повстречал своего будущего соперника Шарля Лебрен. И познакомился с живописцем и теоретиком искусства Дюфресне. В 1635 году художник отправился в Рим, где заработал громкую известность. Там он познакомился с Пуссоном и Анной Авалара, которая через много лет станет его женой. И от которой он имел четырех детей. Испытал влияние Римской и Балонской школы живописи. Вместе с другими художниками по заказу брата кардинала Ришелье снимал копии с фресок Агастина и Аннибали Карачи во дворце Порнеза. Став знаменитым в Италии, Миньяр в 1657 году был вызван ко двору Ледовика XIV. Соперничая с Лебреном, Миньяр становится главой Академии Святого Луки в Париже, противостоящей Королевской Академии. В 1687-м король пожал ему дворянское достоинство, а в 1690-м после смерти Лебрена Миньяр стал главным придворным художником, директором Королевских художественных музеев и мануфактур, членом и профессором Парижской Академии живописи и скульптуры, а затем его ректором и канцлером. Почти в 80-летнем возрасте он создает проекты росписи в соборе инвалидов, которые до сих пор родятся в Лувре, расписывает два плафона в малых апартаментах короля в Русальском дворце, фрагменты в музее в Гренобле, Лиле, Тулузе и в замке Фонтебло. Сильный гармоничный колорит составляет главное достоинство произведения Миньяра, свидетельствующие о его высокой талантливии. Композиция его картин театральна, страциозность его фигур граничит с жеманностью, экспрессия страдает некоторой деланностью и аффектацией. Эти недостатки менее всего заметны в его портретах, по части которых он может считаться одним из лучших мастеров во всей французской школе. Его кисти принадлежат многочисленные портреты, придворных, фаворитов, короля и самого Людовика XIV, которые он писал около десяти раз. Пьер Миньяр был бесспорно звездой парижских художников. В 1695-м художник умер в возрасте 82 года, только что взявшись за большую художественную работу под куполом дома инвалидов. Искусствоведы сегодня считают Пьера Миньяра одним из самых успешных портретистов того времени, но не одним из лучших. Вот так написано в Википедии о французском живописстве, академического направления, времен правления короля солнца Людовика XIV, Пьер Миньяр, историография, также Миньяр Римск. Пока-пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова